Продолжение следует... И вот я решил приступить к теме, которая у нас обозначена как одна из необходимых тем. Это было такое требование даже учебного комитета и даже синода. Это немножечко поговорить вот об этих вещах. Если у вас зрение нормальное, то вы видите. А если ненормальное, тогда что с вами и говорить? Вот так. Так что выбирайте одно из двух. Книжечка «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви». Тут есть вещи, о которых нужно поговорить, поскольку вопросы, поднятые в этих основах, непросты. И многие из них требуют существенного такого комментария для того, чтобы был понятен сам текст и те основные идеи, которые были здесь выражены в этой брошюре. Вот прежде всего, мне хочется сегодня поговорить с вами об основе этих основ. Или проще сказать о богословской основе, которая должна предшествовать вот этим темам, которые обозначены в социальной концепции. Вопрос в том, как должен христианин и церковь относиться ко всему кругу, к этому огромному масштабу социальной проблематики, которая всегда стоит в любом обществе, всегда стоит на повестке дня. В современном обществе этих проблем особенно много. И чем дальше, тем, видимо, их будет всё больше и больше. Так вот, как Церковь должна реагировать на проблемы, которые мир, мир, то есть мирская жизнь, ставит перед человеком? В какой степени Церковь должна вовлекаться в разрешение этих проблем? Может быть, от каких она должна отказываться? Где она должна проявлять активность? И как смотреть? И на сам подход ко всем этим вещам, и на каждую проблему в частности. Вы помните, в Евангелии есть очень любопытный случай. Очень любопытный. Который как-то при рассмотрении всей социальной проблематики обходится. Вот есть документы, вы знаете, гораздо большие по своему объёму католической церкви. Кстати, она постоянно обновляет это своё отношение, поскольку возникают новые проблемы и новые ракурсы, в которых приходится рассматривать социальные проблемы. Так вот, есть один очень любопытный эпизод Евангелия. Подошли к Иисусу Христу. Видимо, двое. Или один подошёл. Но вопрос-то был какой. Помоги мне разделить имение с своим братом. И больше, и не меньше. Это проблема, которая очень часто встречается в нашей жизни. И он-то спрашивал, конечно, о родном брате и о наследстве. Но ведь на самом-то деле, перед лицом чего стоит человек? Каждый. Мы постоянно, постоянно оказываемся перед лицом. Как нам вести себя по отношению к другим людям? Перед лицом вот тех материальных потребностей, нужд, запросов, которые возникают в нашей жизни? Как быть? Поразительный ответ Христа. Кто меня поставил? Он отказался. Поразительно. Какая-то такая насущная проблема. Вы обратитесь к любому духовнику, и он вам тут же всё разрешит. Тут же всё разрешит. И Иисус Христос отказался. Конечно, можно предполагать, что в данном случае он видел душу этого человека или того другого брата и отказался разрешать этот вопрос в силу того, что они не послушают его. Но это наименее предполагаемый вариант. На самом деле здесь что-то скрывается принципиальное и очень серьёзное. И действительно, мне кажется, что этот ответ наиболее правильный. Мы его поймём, этот ответ, если попытаемся сейчас подумать о том, ради чего пришёл Христос, ради чего установлена Церковь, ради чего существуют иерархии, и богословия, и всё прочее, что находится в Церкви. Ведь мы всё время это забываем. Об этом постоянно забываем. Ведь подумайте, если бы Христос действительно пришёл бы ради того, чтобы установить на земле максимальный мир, справедливость, правда же, достаточное благополучие материальное, кем бы он пришёл? Он, конечно, пришёл бы человеком, обладающим полнотой власти в этом мире. Ведь он бы установил наилучшие законы. Ну, правда же, это совершенно естественно. Он бы позволил проповедовать только лучшие идеи. Он установил нормы нравственности, которые для всех были бы очевидны, поскольку они прекрасны. Ну, неужели это не ясно? Он бы прекратил вражду между народами, своей властной рукой, но объединил бы человечество. И мир бы восторжествовал на земле. Неужели это не ясно? Неужели это непонятно? Всем, каждому человеку на земле это понятно, кроме одного – Иисуса Христа. Сын Божий этого никак понять не мог. И вместо того, чтобы родиться тем, тем, кто, наконец, осуществит всемирную власть и даст действительно надлежащее государственное устройство и общественные нормы, и законы, он кем пришел? Вы подумайте, никем. Никем. Никакой власти. Мало того, что никакой мирской власти, никакой церковной власти, ну, хотя бы первосвященником-то, ну, правда, ну, мог же быть. Нет. Ну, богословом. Нет. Ничего не понятно. Мне кажется, когда мы говорим о проблематике социального служения церкви, мы должны обратить со всей серьезностью внимание на этот поразительный факт. Поразительный. Причем факт, который не вмещается буквально в наше сознание. Просто он не вмещается. Потому что, действительно, подумайте, всем понятно, что надо было именно вот так же поступить. И больше никак. А он не поступил. Более того, мы видим другую серьезнейшую вещь. Если назовем это первым одним полюсом, то посмотрите на другой полюс. Какой? Не менее поразительный. Оказывается, антихристом будет как раз тот, который осуществит все это. Придут все народы и поклонятся перед ним. Полнота, полнота власти над всем миром. Он скажет, мир и благоденствие. Никакой вражды, никаких войн не будет. Он даст благо на земле. В каком смысле? Он создаст максимальные, наилучшие условия существования человека на земле. Правда, какого человека? Каких людей? Это не нужно об этом спрашивать, не нужно говорить. Не нужно. Будем быть просто. Человека, человечество, с абстрактными понятиями, знаете, насколько это лучше? Ну, правда, вместо шести там миллиардов станет один. Ну, это же будет незаметно сделано. Неважно. Он осуществит то, что называется Царство Божие на земле. И то, ради чего, кажется, и должен был бы прийти Христос. Два антипода. Два совершенно несовместимых между собою подполярных положения. Нищий Христос, отвергший власть земную, заявивший прямо моё царство не от мира сего. Нельзя служить Богу и мамоне. Попаду. Всей своей жизнью потом показал, что отверг всё это. Решительно отверг. Поклонись мне, я дам тебе все царства мира. Отойди от меня, сатана. И искушение же было такое. Его человечность. Да, он же человек был истинный. Предложено было это ему. Поклонись только мне. Все царства мира дам тебе. Отойди от меня, сатана. Вот, друзья мои, какова постановка проблемы. Я вам хочу даже сказать так. Даже если мы недостаточно углубляемся во всю проблематику этого вопроса, даже если мы что-то ещё не понимаем, и, может, что-то не поймём, я вам скажу, вот здесь нужна твёрдость нашей веры. веры. Христос отверг всё это. Отверг. Церковь, установленная им и являющаяся телом Христовым, должна осуществлять только его миссию и никакую другую. Слышите? Никакую другую. Если машинист едет, вот поезд, и он сейчас увидит что-то такое, где тут двое дерутся или кого-то бьют, он поезд остановит и давай там побежит там разбираться с ними. Интересно, во что превратится жизнь человеческая. Это элементарный пример. Я вам хочу сказать, что церковь это есть не что иное, как осуществление миссии Христа в мире, ибо она есть тело Его. И в это надо просто верить. Если мы не верим, то надо сказать, нет, я не могу быть христианином. Для меня миссия Христа, Его поведение меня не устраивает. Не Он Мессия, не Он Спаситель мира. Вы слышите? Скоро вы это услышите, я думаю. Обязательно услышите. И увидите. Увидите истинного в громадных кавычках Мессию, который по откровению Божию является антихристом. Он является антихристом. Да, Он станет против Христа. Вы знаете, вы чувствуете, как можно хорошо показать всю несостоятельность Христа. Вы видите? Я чуть-чуть вам только показал. Ничего не стоит перед лицом того, чем живет мир и десятиричное, с точкой. Чем живет этот мир? Каковы его искания? Они известны всю историю хлеба и зрелищ. Земное благополучие, развлечение. То есть, наслаждение, богатство, власть, гордыня. Поэтому, если мы хотим осветить должным образом социальную деятельность Церкви, мы должны понять, понять, почему Христос пришел таковым, как Он действительно, как Он и как мы с христианской точки зрения должны относиться ко всем тем нуждам, которые необходимы человеку. Как должен относиться? Что, Христос вообще отверг все это? И Он призывает нас быть одним духом только, забыв о теле. Или тут что-то другое совсем? Ведь странное дело, наряду с этими Его высказаниями, когда ученики Его спросили, попросили научить молиться, Он дал молиту Отче наш, в которой, в частности, мы что слышим? Хлеб наш насущный дашь нам днесь? Сам Он начал свое служение вообще с удивительного случая, с удивительного события просто, просто странным его отношениям. пришел на свадьбу, не только не осудил этого человеческого счастья, это человеческого счастья, не осудил, а благословил самим своим присутствием, притворил воду в вино. Слушайте, какие интересные вещи, какое сочетание отвержения царства мира и в то же время забота об элементарных даже нуждах человеческих. Слепые кричат, сын Давидов спаси, он останавливается, исцеляет. И сколько он исцелил людей, прокаженных, больных, хромых, немых, глухих, бесноватых и так далее. То есть, мы видим, опять-таки, очень интересный факт. Значит, Христос не просто отверг моё царство не от мира сего. Отверг – да. В то же время он проявляет удивительную любовь к страждущим людям. Знаете, о чём бы мы ни говорили и что бы мы ни хотели оценить с христианской точки зрения, мы должны прежде всего посмотреть на родоначальника нашего, слышите? Он родоначальник наш, Христос. Он родоначальник. В крещении мы получаем семя Его же тела, Его тело получаем. Мы все носим в себе семя Его тела. Он наш родоначальник. И если мы хотим правильно оценить какие-то события, вещи, мы должны смотреть на Него. Как Он-то, как Он смотрел? По крайней мере, те принципиальные направления, те принципы Его отношения к жизни, которые мы можем найти в Евангелии. Вот, что мы находим в Евангелии. Вот такое, если хотите, два таких парадокса. Значит, первый парадокс, обращаю ваше внимание, он отверг возможность переустройства мира на действительно самых лучших, сверхгуманных началах, какие только можно себе представить и какие вообразить на началах справедливости, закона, правды. Я не знаю ещё каких слов то каких мы с вами найдём для того, чтобы сказать, отверг эту возможность. Правда, интересно? С другой стороны, Он проявляет удивительную любовь. Любовь не только в деле Духу, спасение вечного, а любовь в элементарных человеческих нуждах. Вина не хватило, хлеба нет. У нас только пять хлебов и пять рыб. Пять хлебов и сколько там рыб ещё было? И две рыбы всего-навсего. Так? И что Он делает? Кормит. Кормит всех. Все сыты. Вот вам с другой стороны другой парадокс. Даже не парадокс, а другой, я бы сказал, полюс, что, оказывается, тот, кто заявит о том, что Он даст полные блага на земле человечеству. Благо материальное, культурное, обязательно скажут духовное, конечно. Да. Он будет назван антихристом. То есть, не будет, а назван уже заранее назван церковью антихристом. Вот два, если таких хотите, важных момента, перед лицом которых мы стоим в оценке социальной деятельности церкви. Как она должна действовать? Ну, попытаемся с вами с вами поговорить об этом. Не думайте, что то, что я буду вам говорить, это уже что-то такое уже так, оно все и есть. Поскольку я буду высказывать свои соображения, которые, может быть, окажутся и просто неверными даже, и неправильными, или которые потребуют очень существенных корректив, может быть, дополнений, но, по крайней мере, поскольку меня посадили за этот стол, то уж я и буду говорить. Только и всего. Первое, видимо, церковь должна решительно отказаться от какой-либо мирской власти, ибо Христос это сделал. Мы не можем поэтому принять такого принципа, когда церковный первый иерарх становится светским властителем. Мы не можем принять папизма в том смысле, что Папа является не только первосвященником, но и главой государства. Не думайте, что здесь только, мол, католицизм и все. Мы видим на Кипре, например, Макариус, помните? Он был и президентом. Было же такое, да? Дело не в том, кто. Дело в принципе. Христос отверг это, и церковь должна следовать этому. Другой стороны, если действительно Христос оказывал помощь нуждающимся, то, видимо, и церковь должна здесь тоже поступать в этом направлении. «Однако, однако, как Христос постоянно уберегал, уберегал и оберегал своих учеников от увлечения вот этим вот материальным строем, материальным характером, от материальных, так сказать, вот этих увлечений этой жизни, и как Он их оставил такими же, такими же, если хотите, нищими, каким был и Он сам, так, видимо, и церковь здесь должна следовать тому же принципу. Она должна заботиться не о бесконечном благоденстве и благополучии тех, к кому Он обращается, а о другом. О чем другом? ключевые слова Христа. Не заботьтесь о том, что вам есть, что пить, во что одеться. Этого всего ищут язычники. Ищите прежде всего Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам. Некоторые критикуют это высказание Христа в том смысле, так что же, Он призывает нас, христиан, к тунеядству? Ничего не делаете? Напомню вам, слова знакомы вам имя или нет, Витгенштейн, такой известный философ Венский, который сказал, что слова имеют свой смысл только в потоке жизни. Каждое слово только в потоке узнается. Узнается. Каков смысл этого слова? В потоке. Без потока. Взятое слово оторвано от контекста, как мы называем, контекста. Так? Оно может быть непонятным. Более того, оно может звучать в прямо противоположном смысле. Так и здесь тоже, когда Он говорит, не заботьтесь о том, что вам есть, что пить и во что одеться. Ищите прежде всего и Царство Божие и правда Его. Причем в первом случае, как сказал, ибо этого всего ищут язычники, Он вовсе не отверг необходимости, заботы о тех нуждах, которые стоят перед человеком. Совсем нет. Апостол Павел, наученный от самого Христа, говорит, говорит прямо, прямо заявил, тот, кто не заботится о своих, особенно о домашних, тот отвергся веры и хуже неверного. Вы видите, какие вещи? Кто потом, знаете, кто сказал, кто не работает, тот не ест? Ну-ка, скажите мне, Ленин. Ну, нам в школе так говорили, что Ленин, а вам так не говорили уже? Ну, вы отсталые люди. Да. Все так и думают, что я сказал Ленин. Вот плагиат-то где. Хоть бы сказал и подписался. Апостол Павел себе приписал. Так вот, с одной стороны, не заботьтесь, с другой стороны, проявляйте заботу. Не правда ли? Какое-то, знаете, контрапункты какие-то. Да. Ничего, никаких противоречий тут нет. О чем говорит Христос? И это для нас очень важно. Об этом я хочу сказать, друзья мои. Чем бы ни занимался христианин, и какая бы деятельность в церкви не осуществлялась. Всегда перед ним и перед ней одна и та же цель, одна и та же задача – спасение человека. Все прочее необходимо, нужно лишь постольку, поскольку, по крайней мере, не мешает спасению, а лучше вспомоществует делу спасения. Вот критерий Христов, если хотите. Это Христов критерий, а не чей-нибудь. И это мы видим на протяжении всего Евангелия. Он говорит, не заботьтесь, в то же время заботится, претворяет воду в вино, осуждает мамону, горе богатым и так далее. И в то же время помогает, исцеляет и так далее. Где критерий? Оказывается, наша земная жизнь должна осуществляться вот в этом ключе, который, если хотите, назову этим богословским, богословским, я уж очень не люблю эти словечки, ну, что делать? В сотериологическом ключе. Видите, как здорово звучит, правда? А теперь скажу вам, иначе это будет очень постно, так скучно. Да. Все должно быть в каком ключе? Одна забота церкви, одна забота христианин, спасение. Спасение. Ищите, прежде всего, царство Божие и правда Его. Любая благотворительность, любая социальная деятельность, все, что бы ни было, она должна иметь одну цель. Как это может послужить спасением тех, кому мы помогаем, самому помогающему и так далее? Не повредит ли это спасению? нельзя заниматься безотносительно этой цели. Повторяю вам обычно вот мной напоминаемый образ. Когда мы строим дом, так, мы ничего не можем покупать, приобретать и так далее без какой цели? Так, насколько это нужно для строящегося дома? Вы слышите? Постоянно. Нужно это для строящегося дома или нет? Да, вот это, пожалуй, да, это может пригодиться. Ну, ладно. Правда, это не первое очередное. Может воздержаться пока или взять. Понимаете? Всегда. А это нет, зачем же столько? Зачем же? Для дома это не потребуется. Зачем? Вы слышите? Спасение – строительство дома. Дома – экономия. Это греческое слово. Домостроительство. в своей деятельности христиане и церкви должны постоянно ориентироваться, постоянно прям помнить, знать, мы строим дом. Так, это пригодится или нет? Это полезно или нет? Не разорит ли это? Я употребил слово. Не разорит ли это? У Авва Дорофея есть замечательные слова. Они так звучат. Безумен тот, вы слышите, безумен, тот, кто строит дом другому, разоряя свой собственный. Это образ. Это образ. И я вам скажу, эта идея имеет огромнейшее значение в понимании затронутой темы. Какое? Можно, знаете ли, я так буду заниматься социальной деятельностью. Какая там молитва? Отстаньте вы от меня. Какая тут церковь? Какое тут богослужение? Какая там христианская жизнь? Некогда мне там поститься, когда вот я кручусь, как белка в колесе. Некогда посещать храмы. Мне некогда. Я занят чем? Благотворительной деятельностью. Я помогаю бедным, помогаю нищим, помогаю больным. Всё. Мне некогда этим заниматься. Я зарабатываю. А что сказал Христос? Душа не дороже ли пищи и тело одежды? Что человек даст за душу свою? Нет такой ценности. Оказывается, это вот пример. Это хороший пример, когда очень часто мы искажаем христианскую благотворительность. Искажаем чем? Что полностью оставляя, раззаряя свою душу, думаем помочь другим. И забываем о том, что сказал Христос. Что он из этих камней может сделать хлебы. Помните, сатана ему так и предлагал. Эти камни превратить в хлебы. Ты же голоден? Ну, преврати, если ты сын Божий. Не в этом суть дела социальной деятельности. Совсем не просто в том, чтобы накормить, напоить, помочь, образовать и так далее. Совсем не в этом. Это только некие средства, которые хороши только тогда, только тогда, когда они ориентированы, сопряжены и способствуют делу спасения. Человек, который оставляет свою душу, не брежет о ней и занимается вот это, вовлекается в эту, простите меня уже, суету одну сплошную, никакого добра не принесет. Это еще один вопрос, который мы с вами должны разобрать. Как же такое? Неужели, правда, не принесет? Он делает то-то и то-то. Там строит больницы, строит там школы и так далее вещь. Неужели не принесет? Давайте посмотрим. Это вопрос очень серьезный. Разве это не милостыня? Разве это не любовь? Я еще раз повторяю, когда он в это время не полностью не брежет о своей душе. Живет язычником, но благотворит направо и налево, имея особенное средство. Почему же не принесет? Вот здесь мы с вами сталкиваемся опять с одним из очень важных, серьезных положений христианского учения. Чем спасается человек? Заслугами или чистотою души своей? Два, если хотите, буквально несовместимых мировоззрения. Заслугами. Вот вам все западное христианство, которое зиждется на чем? На иудео-языческом понимании Бога и его отношении к человеку. Заслуги. То есть наказания и награды. Или на чистоте сердца. Евангелие решительно говорит. Блаженно чистое сердце. Разбойник никаких заслуг не имел. Не только заслуг не имел. Это было бы слишком. Какие там заслуги? Нулевая отметка. Направо – заслуги. Налево – преступление. Что у разбойника было? Только преступление. И больше ничего. Он приводит в пример мытаря, фарисея, блудницы и так далее. Приводит в пример. И говорит, они впереди вас станут в Царстве Божьем. Решительно подчеркнул. Не этим спасается человек. Человек спасается чем? Подобное познается подобным. Богоподобием. Чистотою сердца. Так вот, отсюда мы можем понять и разрешение вот этого достаточно непростого для многих. Особенно для западных христиан. Вы себе представить не можете даже, что это вот то, что я сейчас говорю, это для западных христиан какой-то нонсенс. У них волосы дыбом станут, даже если у них нет их. Вот в чём дело. Благотворительность как же? Это всё, то, что и надо. Духовная жизнь, так это и есть духовная жизнь. Нет. Нет. Исаак Сирин произносит потрясающие слова, которые, друзья мои, вам бы надо знать. Звучат они так. Воздаяние бывает недобродетели, вы подумайте только, и не труду ради неё. Здорово. Недобродетели и не труду ради неё, а рождающемуся от них смирению. Дальше я в своём переводе. И если не будет такового, смирение напрасны. Все труды, все добродетели. Напрасны, бессмысленны. Апостол Павел пишет, не увенчивается тот, кто незаконно страдает, кто незаконно делает. У Арсенофия Великого есть замечательные слова. Суетен и бесплоден труд, труд, если он не сопряжён со смирением. Суетен и бесплоден. Есть гораздо более сильные вещи, присутствующие в этом. Какого рода? Добродетели и труды, не сопряжённые с исполнением заповедей, направленных на внутреннее очищение души человека, обязательно, непременно, закономерно приводят человека к высокоумию. Так говорят, термин такой – высокоумии, то есть тщеславию и гордыню. Мнению о своей добродетельности, мнению о своей праведности, о своей, если хотите, святости. Он уже праведник. На самом деле исполнен всех страстей человеческих. Душа, этот мешочек наш, наполнен всеми гадами, их же не с числа. Мешок-то остаётся наполненный ими. Кто же будет оттуда очищать? Кто сердце будет очищать? Даёшь, даёшь, а сердце остаётся тем же? Оказывается, сами дела это могут оказаться мерзкими, когда они совершаются по причинам совсем не тех, не духовных причин, не ради Христа, не ради исполнения заповедей, а как своего рода заработок перед Богом, или выкуп Богу и так далее. Есть очень хорошая формула, которую вы уже слышали неоднократно. В данном случае она нам очень с вами нужна. Дух творит себе формы. Каково духовное состояние человека, таковы будут и последствия. Слышите? Одно и то же дело, совершаемое двумя людьми. Скажем так условно. Вот два человека одинаково делают то же самое. Ну, строят больницу вот. Допустим. Один строит это из искреннего желания исполнить заповедь Христову о любви к ближним. И со смирением это делает, прекрасно понимая, что всё, что он имеет в этих средствах, не его, а они Божьи. Он только распорядитель этих средств. Кстати, имейте это в виду. Всё, что мы имеем, это не наше. Это нам дал Бог, хозяин, помните, домоправителю. И мы распоряжаемся этим. А он смотрит, как мы распоряжаемся. Кстати, святотический тезис, какой здесь, какой очень интересный. Наше, знаете, что? Только то, что мы дали другим. Правда, интересная мысль. Я вот недавно как раз был в Риге. Ну, и там был приём со светскими людьми. Да, и один из них, высокопоставленный человек, был очень поражён этим, когда услышал. Он просто ахнул, когда услышал, что наше только то, что мы даём другим. Его это крайне заинтересовало. Так вот, оказывается, из разного состояния сердца мы можем совершать то или другое деяние. Кажется, оба строят одно и то же. А вы знаете, тут требуется наша вера, если хотите. Каков дух, таковы и плоды. Если человек это делает ради Бога, ради исполнения той заповеди Божьей, со смирением это делает, и плоды будут спасительные для тех, кому он делает. Если, напротив, человек занимается этой благотворительной социальной деятельностью по мотивам совершенно другим, по мирским, и особенно из тщеславия, из гордыни, чтобы потом повесили на стене эту доску, его имя выбито, вот такой-то сякой построил тогда-то. Так? Увы, по закону духовному этот плод не будет добрым. Всё, что делается из тщеславия, не приносит доброго плода. Это надо запомнить. Это надо, друзья мои, запомнить. Это один из законов духовной жизни. Вот мы с вами говорим там о духовной жизни и так далее. Запомните, пожалуйста, потому что мы постоянно очень часто стоим перед чем? По каким мотивам я буду делать то или другое? Я прям чувствую в себе это, в себе. Можно вот ну, вот я вот так вот делаю. Всё, что делается и сходит из гнилого корня тщеславия, не принёсет доброго плода человеку. И, увы, может не принести этого плода и другим людям. Поэтому очень важно совершать любой труд, как пишет в Арсенове Великий, что нужно сопрягать любой труд со смирением. То есть, что значит со смирением? с пониманием того, что это Бог дал мне возможность это только сделать. Он это, а не я. Я только инструмент, как труба медная. Что она звучит? Разве она сама это? Нет. Она звучит потому, что в неё трубит человек. Бог всё даёт. «А мы только инструменты». Если хотите, мы делатели, праведные или неправедные делатели. Мы можем со смирением и желанием исполнять это дело. Господи, благослови! Да будет твоя воля! Это одно состояние. А другое делаю я. И сейчас заявлю перед всем миром. Ещё соберу сейчас все камеры, всех корреспондентов и так далее, которые будут видеть, до чего же я хорош. Всё. И никакого проку тогда не будет для человека, этого человека, от его благотворительной деятельности. Христианин ничего не получит. Эта его социальная деятельность будет отравлена, чем как бочка мёда ложкой дёгтя. Это будет отравление. Отравление чего? Души. И я вам скажу, помните, что пишет апостол Иаков? Может ли из одного источника течь вода сладкая и горькая? Если мой источник горький, отравлен этой ядовитой горькостью, неужели я думаю, принесу людям пользу? мы понимаем. Вот оказывается, перед чем мы с вами стоим, когда говорим о социальной деятельности христианина, христиан, церкви как общество. Речь прекрасно, вы же понимаете, что в данном случае речь идёт не о церкви, так о таинственном теле Христовом. Видите, я не употребляю слово мистический, хотя это было бы звучало гораздо бы сильнее, наверное, как мистическое тело, представляете? И сразу всё. Как таинственное тело Христово. Мистика – это что-то связано с какой-то, знаете, с чем угодно. Как таинственное тело Христово. Речь идёт не об этом я говорю, я говорю о земной церкви, о человеческом обществе, о христианах, которые объединены действительно церковным священноначалием, дисциплиной церковной, таинствами, обрядами и так далее, вероучением. Я говорю об этом. И церковь, когда занимается этим, она должна заниматься только исходя из этих вещей. Только. Если нет этого ключа добра, христианского добра, если нет этого ключа смирения и любви, никакое доброе дело не может быть добрым. Таким образом, мы с вами, если хотите, оказываемся перед такой ситуацией, которая очень хорошо в истории церкви была выражена в христологических дискуссиях. Я уже сказал вам, мы должны ориентироваться на Христа. И я поэтому обращаюсь к христологии, то есть учению о Христе. Вы помните, что в христологии было три таких принципиальных направления. Два из них, которые осуждены церковью. первое из этих направлений было нестарианское. С чем оно было связано? Оно было связано с полным разделением человечества Христа и божества Его. Помните, в человека Иисуса ведь селился Логос, Сын Божий. Но Он Его и покидал иногда. Нам неизвестно все, может быть, так сказать, все моменты жизни Христа, но, по крайней мере, на кресте, говорил Несторий, мы это увидели. Боже мой, Боже мой, почему Ты оставил меня? Несторий основывался на этой фразе. Ну, не только. Саме искушение в пустыне Христа, Он говорил, тоже самое свидетельствует об этом. Он разделил это. Он сделает как два, как два независимых, только соприкасающихся между собой. Две природы соприкасаются. Так вот, Церковь осудила Несторианство. Церковь осудила и противоположную крайность. Монофизитство. Вы помните, в чем, так сказать, основная идея, выраженная так, ну, в таких, я бы сказал, самых общих понятиях, когда фактически слили, слили, боролись против Несторианства, этой разделенности во Христе двух, а попали, попали в противоположную крайность, когда слили. И получилось так, что от природы человеческой фактически ничего не осталось. Она была полностью подчинена. Никакой воли человеческой нет. Никаких желаний, никаких мыслей. Кстати, монофизитство, скажу вам, это самая тонкая елься, которая буквально сидит, это я по секрету уже говорю, прям сидит она всюду. Мы никак не можем принять, что у человека, у Христа была своя свобода человеческая, своя воля человеческая. Мысли человеческие были, так же, как и божественные. Никак это не можем понять, никак не можем принять. Отсюда как масса недоразумений происходит. Вот это слияние, приведшее к чему? К фактическому игнорированию, уничтожению человечества Христа. К чему это привело в истории? Вы знаете, если мы обратимся к раннему средневековью на Западе, то увидим там следующую картину. Аскетизм и монашество рассматривались как единственное законное средство вхождения в Царство Божие. Мирская жизнь всеми ее потребностям игнорировалась. На нее смотрели как на некую грязь. Обычная человеческая жизнь. Как на грязь. Да, венчали, но это так по снисхождению. Благословляли хлеб и прочее, но это так уже по снисхождению. На самом деле тело было в презрении. Ее потребности в презрении и осуждении и охуждении и так далее. Вот это если хотите такое спиритуалистическое направление в истории христианства. Кстати, совершенно решительно исключаемое святыми отцами. Всеми восточными и западными, я скажу, отцами. Но вот это направление действительно было. Это такая крайность была. И она, естественно, породила за собой потом такой взрыв, взрыв протестантский, кстати, взрыв, реформы, который привел к полному отбрасыванию вообще вот этой духовной стороны, духовной стороны жизни человека. Я вот вам тут цитатку из Булгакова принес и хочу вам зачитать, как он оценивает вот этот средневеково, римско-католический вот этот план или это направление и послерефармационное. Он очень хорошо пишет, поэтому я вам зачитаю. Средние века и новое время, что он пишет, настолько противоположны и вместе с тем настолько схожи между собой, как вогнутость и выпуклость одного и того же рельефа, рассматриваемого с разных сторон. Средние века утверждали только божественное начало в жизни. Стремясь во имя этого божественного начала задавить человеческое начало и его свободу, они впадали в святой сатанизм, в хулу на Духа Святого, ибо где к Духу Господень, там свобода. Напротив, в новое время в своей односторонней реакции против Средневековья склонно и совсем позабыть о божественном начале. Всецело поглощенное развитием чистой человечности, оно стоит на границе безбожия, практически неудержимо приходящего, переходящего в языческое многобожие натурализм и идолопоклонство. В Средневековье признавало безземное небо и только мирилось, как с неизбежным злом с землей. Новое время знает главным образом землю и только для частного личного употребления, как бы по праздникам в храме вспоминает небо. Это верно, только по праздникам. Когда в храм человек придет, вспомнит, действительно, оказывается, и Бог есть ведь. А я и забыл совсем. Под Средневековьем Булгаков разумеет эпоху, эпоху, которая приблизительно, знаете ли, началась где-то перед расколом XI века, где-то X век, это темный век время католицизма и последующие дореформации, когда действительно именно было такое воззрение на христианство, на смысл христианской жизни. Так вот, переход от Средневековой цивилизации к новой произошел на религиозной основе. Слышите? На религиозной, а не какой-нибудь другой. И посмотрите, что из этого проистекло. Очень интересные вещи. В католицизме человек должен был ради своего спасения совершить определенные добрые дела, принести удовлетворение правосудию Божию. Кстати, эта идея, она осталась в католицизме как догматическое учение. Но одно дело как догматическое, другое дело как практическое. В католицизме так все и осталось. Так? Должен был принести удовлетворение, он должен был заработать свое спасение. Христос искупил только от первородного греха. Все прочее человек ты должен сделать сам. Реформация, как вы прекрасно знаете, провозгласила совсем другое. Лютер и идеологи прочие заявили, почему же это Христос только от первородного греха искупил. Что у него не хватило разы мощи его божественной, чтобы выкупить от всех грехов. От всех грехов он искупил. И отныне верующий христианин не имеет грехов. Он свят. Он свят. Точнее, те грехи, которые у него есть, закрыты, а дальше слово странное для нас и непонятное абсолютно, дикое слово. Все грехи, которые совершает христианин, они закрыты от Бога чужой праведностью. Вы знаете, чья чужая праведность? Христа. Оказывается, он чужой для нас. Изумительно. Ужас какой. Чужой праведностью. Все грехи христианину прощены жертвы Христовы, прошедшие, настоящие и будущие. Вы понимаете, что отсюда следует? Что следует отсюда? Ведь вся задача в том и состоит, чтобы грехи были прощены. Кстати, все западное богословие и западное сознание ориентировано прежде всего на то, чтобы избежать наказания. Это очень важный момент, друзья мои, имейте в виду. Главное избежать наказания за свои грехи. Так вот, благодаря жертве Христовой, оказывается, все грехи прощены, даже и будущие, и вся энергия человеческой жизни, которая до этого направлялась, пусть искаженно, но направлялась на то, чтобы что-то делать в христианском смысле. Вся эта энергия освободилась. Куда теперь одевать? Царство Божье есть. Вопрос величайшей важности, как получить плод без труда, был решен. В каждом из нас что живет-то? Как бы ничего не делая, получить все благо земли. без труда вынуть рыбку из пруда? Был решен величайшей важности вопрос. За нас все сделал Христос. Точка. Теперь мы чем можем заняться? Земными делами. Вся энергия человеческой души, вся, теперь оказалась направленной на землю. Вы знаете, успехи при этом были настолько колоссальны в XVI веке, например, у кальвинистов, что римокатолики смотрели с каким-то изумлением и потрясением – эти эритики! Смотрите, как они преуспевают во всем! Они ничего бедные, ничего понять не могли. А почему не могли? Потому что у них было и остается иудейское же «Коли ты богат, значит, ты праведен, а коли ты беден, значит, ты грешен». Еретики вдруг оказываются праведными, а мы, кафолики, грешными? Совершенно парадокс непостижимый. Произошла вот эта потрясающая революция. Революция. Революция, которая, можно сказать, подобная Копернику. Тот же самый переворот. Вот и началась новая эпоха. Та эпоха, в которой мы живем с вами сейчас. Все силы, все внимание обращаются на эту деятельность, забыв, вы слышите, забыв о том, ради чего все это делается. Начинается кипучая деятельность по приобретению стройматериала, забыв о доме. О доме-то и забыли, слона-то я и не приметил. Если вы обратитесь, обратите внимание на современную экуменическую деятельность 20 века, я говорю современную, 20 века и сейчас то же самое. Так, то вы действительно будете, придете в изумление. Она ничем другим не занимается фактически, как только земной проблематикой. Единственная комиссия и отдел, который существовал при Всемирном Совете Церкви, это вера и устройство. Кажется, богословский, богословский отдел. И там все было направлено только на то, чтобы показать богословские основы, указать, для социальной деятельности. все сплошь и рядом покрыто только этим. Христианские церкви, это огромное количество, это 300 с лишним церквей, все вместе превратили в департамент социального служения, в комбинат бытового обслуживания. Вот во что превратились церкви. Только это. Земные нужды. Вы посмотрите заявления, эти обращения, они направлены все только мир, справедливость. Забыв слова апостола Павла, когда скажут мир и справедливость, тогда внезапно постигнет их пагуба. Правда, здесь только шла борьба за справедливость и за мир. Но, как некие, знаете, ехидины находятся же, такие, так и здесь тоже. И говорят, так боролись за мир, что камня на камне не оставили. И верно. В данном случае очень точно сказано. Так церкви боролись за мир и справедливость, что потеряли камня на камне своей веры не оставили. Полное обмерщение произошло. Утрата главной идеи, идеи спасения. Мне приходится часто приводить в качестве иллюстрации вот эту конференцию в Бангкоке с 1973 года. Почему ее привожу? Потому что она была создана под каким названием-то? Спасение сегодня. Вы понимаете, дело-то какое. Слово спасение же употреблено. Кажется, самое близкое нам. Христос ведь спаситель. И, как вы уже знаете, я говорил вам, эта конференция совершенно, совершенно игнорировала полностью вопрос о спасении о спасении души, о спасении вечности, о вечном назначении человека, об искании Царства Божия полностью игнорировано. Мы не в состоянии, знаете, перемалывать вот эти вот кипы бумаг и докладов. Ну, если кому просто по необходимости пришлось бы, иногда мне приходилось по необходимости кое-что это перемалывать, это мы пришли в изумление. С чем мы имеем дело? С кем? Это церкви или что это такое? Где Бог? Где Христос? Где Он? Идея спасения, та идея, ради которой пришел Христос, этот нищий, который не стал властителем мира, который сказал, моё царство не от мира сего. Идея то есть царства Божия, о котором Он сказал, ищите прежде всего царства Божия. Эта идея полностью, вы слышите, выброшена из сознания современного христианства. Ну, скажу так, я очень сильно сказал современного христианства, по крайней мере западного христианства, это уже нет сомнений, уже нет сомнений. Самое большее, что мы услышим, это некие нравственные призывы. Нравственные. Но я вам скажу так, что в отношении этих нравственных призывов, мне кажется, с нами могут конкурировать и представители других религий, и даже не религий, а просто порядочные люди. Они могут призывать к нравственности. И потом, теперь-то совершенно ясно стало, что без нравственности невозможно добиться земного благополучия. Если общество не будет жить на устоях нравственных, оно ничего не добьется. Поэтому нравственность нужна как инструмент чего? Земного благополучия. И только, и больше ничего. Царство Божие как таковое, как возвещенное Христом, уже полностью игнорируется. Не нужно оно никому. Никому. Я оговорился, что не все христианство в православии действительно еще сохраняется вот эта идея Царства Божия не на земле, а на небе. Действительно сохраняется. Она есть. Еще, слава Богу, еще есть. Но, предупреждаю вас, мощная волна Запада сейчас закрывает буквально, подчас мы захлебываемся буквально ею, этой волной. Знаете, как вот человек плывет, его захлестывает волнами. Так захлестывает постепенно. Мы все больше увлекаемся вот этой внешней деятельностью. Посмотрите, внешнее строительство, внешнее украшение, это все внешнее, все это внешний ажиотаж. Посмотрите, какие празднества непрерывные идут. Сколько на них средств расходуются, колоссальные средства, что вы же понимаете. непрерывные торжества, Боже мой! Причем, сколько суеты, это помимо средств, сколько суеты, заботы. Это непрерывные юбилеи и так далее. Непрерывно. Церковь превращается, вы слышите, во что, в непрерывную цепь торжеств и празднеств, в которых люди просто едва успевают отдышаться только. и непрерывно это идёт, идёт, идёт. Где там человек успокоится, подумать о себе, помолиться? Уж само пение, вы уж знаете, тут вы сразу начнёте улыбаться, как только я начну говорить. Само пение, во что превращается? Богослужение – это что такое? Мероприятие. Торжественное мероприятие, в котором надо вопить изо всей дурацкой мочи, распрекрасные мочи. Вот во что превращается. Видите, идёт эта волна на нас. Если вы, вы молодёжь, не будете противостоять этому, всё накроется тогда ещё более мощной волной наша церковь. Я говорю, наша не в смысле только русская. Нет-нет, вы не думаете, что я русская только говорю. Все православные церкви. Но ещё пока скажу вам, при всех вот этих бедах, которые присутствуют в православной церкви, она ещё пока в духовном плане ещё выше. Пока ещё мы выше. Пока. У нас ещё сохраняется, вы знаете, у нас сохраняется ещё вера святым отцам. У нас ещё сохраняется вера основным принципам духовной жизни. Ещё сохраняется. у нас сохраняется благоговение. Ещё сохраняется вкус некий. Мы понимаем, что рок-концерт под названием божественная литургия – это совсем не то, чем должно быть. Мы понимаем, ещё чувствуем, какими должны быть монастыри, что это не колхозы с какой-то страшной дисциплиной. Ещё есть понимание этих вещей. Ещё есть. Но боюсь, что это постепенно будет утрачиваться. И тогда, конечно, наступит окончательная беда. Та беда, о которой говорили святые отцы. Итак, друзья мои, я делаю, так сказать, маленький вывод из наших с вами рассуждений. Основой социальной деятельности церкви христианина, церкви как общество, я говорю, христианина, является утверждение, утверждение решительное следующего порядка. Только тогда эта деятельность может иметь действительно положительное значение, когда она исходит из правильного духовного состояния. Отсюда вывод, очень важный, что никто не принёс такого блага миру, миру, мирским людям, обществу и государству, как святые люди. Слышите? Никто. Помните, я вам приводил Льва Толстого? Льва Толстого к строке, которую он писал в разгар его антицерковной деятельности, когда он рассказывал о своём посещении Оптины и говорит, что там лежал монах лет тридцать, который мог креститься только одной рукой. Врачи говорят, что он должен тяжело страдать, который улыбался, крестился, и к нему приходили тысячи людей за помощью. И он пишет, говорит, и я думаю, что этот монах принёс нашему обществу неизмеримы неизмеримы больше пользы, чем все те чиновники, которые сидят и думают, что они благотворят человечество. Это пишет Толстой даже. А в истории церкви мы знаем немало случаев, которые свидетельствуют о том, что именно святость души может пронести обществу потрясающее благо, о которых даже трудно сказать. Иллюстрации одной из них явится поход Ивана Грозного на Новгород и Псков. Помните в 1564 по-моему году, когда он залил кровью Новгород и двинулся на Псков? Псковичи уже поняли, что будет. Однако Ивана Грозного встретил Никола Солос на палочке верхом. Иван Грозный знал, что там есть этот блаженный. А тот пригласил его к себе в коморку, стол, накрытый белой скатертью, тарелка, на которой лежало кровавое мясо. Иван Грозный пришел к нему и говорит ему Никола Солос – поешь, Иванушка, мясо, поешь. Иван Грозный содрогнулся и не нашел ничего лучшего сказать. Он, видно, ошалел. Я сейчас пост, я христианин и в пост мясо не ем. Сырое мясо-то! На что тот ему и ответил – Ах, мясо-то не ешь, а кровь человеческую пьешь. Вон отсюда прохожий человек, иначе издохнешь сам, как твоя лошадь. В это время издохла его лошадь. Конюшень прибежал и, бледное как полотно, заявил Ивану Грозному, что пала его любимая лошадь. Иван Грозный со своим войском тут же покинул Псков, не тронув ни одного человека. Вот вам социальная деятельность одного святого. Вот что могли делать святые люди. Вы видите, чем мы, в чем мы отличаемся от мирских людей. Там они смотрят, все можно сотворить великое только как силой, могуществом, гением. И непрерывно идут войны, перевороты и кровопролития. Христианство говорит – нет. Подлинные победы совершаются только там, где есть святость души. Она является непобедимой силой. Она только способна принести человеку действительное благо и небесное, и земное. Слышите? Я вам привел это монофизитство и нестарианство. Православие исповедует халкидонский догмат, где соединяется природа неслитно, неизменно, нераздельно и неразлучно. И когда христианин действительно следует этому принципу, тогда он получает и общество получает пользу и духовную, и телесную. Я вижу кротость ваших лиц, которой можно просто позавидовать даже. Да. И поэтому кончаю. Ну, хорошо, друзья. С Богом! КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ